День Республики 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 Ну, конечно, это наша карма, жизнь такой. Поэтому я искренне хочу благодарить тех людей, которые медики. Я хочу еще раз от чистого сердца поблагодарить всех медицинских работников за их труд, за их работу. Я чувствую переживаемый вами стресс, я чувствую ваше беспокойство за здоровье людей. И у меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность, свою сердечную благодарность. У меня просто не хватит слов, чтобы ее выразить. Но я каждый день стараюсь молиться за вас. И я каждый день думаю о том, каким образом морально, духовно вас поддержать в вашей работе. Стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийского масштаба «Единая платформа» по голосованию за объекты благоустройства. Напомню, с 26 апреля по 30 мая каждый житель России старше 14 лет сможет проголосовать на сайте за ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобразить в городе в первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень на благоустройство в следующем году. Для реализации этого проекта нужны волонтеры, которые будут информировать горожан о проектах, которые выносятся на обсуждение, помогать в регистрации на платформе голосования. Для того, чтобы стать частью масштабного всероссийского проекта и помочь сформировать новый облик города, нужно оставить заявку на сайте добро.ру. Волонтерский штаб создается в каждом регионе. Регистрация завершится 22 марта. 18 марта вновь стартует международная акция «Сад памяти». В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в России и ряде стран зарубежья будет проведена международная акция «Сад памяти» организаторами, которые являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. В ходе акции, проводимой второй год, в нашей стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Республика Калмыкия примет в акции активное участие. Весной этого года в лесном фонде республики на общей площади 568 гектаров будут посажены 1 миллион 137 тысяч сеянцев. Ожидается, что наряду с работниками лесного хозяйства в мероприятии при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер примут участие волонтеры, представители органов госвласти, муниципалитетов и общественные деятели. И о спорте. В Калининградской области завершился 15-й международный турнир по греко-римской борьбе, который собрал около 200 спортсменов из разных уголков страны. Калмыкию представляли воспитанники Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по борьбе имени Тула Балдашинова. По итогам турнира Орлтан Наранов, Магомед Мазаков, Улан Гучинов завоевали первые места в своих весовых категориях. Элистинец Валерий Чекушенков примет участие в кастинге программы «Ты супер! 60 плюс!», сообщает Министерство социального развития, труда и занятости Республики. Валерий Чекушенкову 64 года. Он проживает в Элистинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По итогам регионального этапа его заявка направлена в Оргкомитет популярного телепроекта. Как сообщается, кастинг будет проходить дистанционно, а успешные кандидаты отправятся на конкурс в Москву. Все расходы на проект проживания и питания участников берет на себя телеканал НТВ. Валерий Юрьевич Чекушенков, 56-го года рождения, с юных лет занимается творчеством, принимал участие в различных вокальных конкурсах, занимал призовые места. В свою очередь он рассматривает возможность участия в конкурсе, как окунуться в воспоминания юности. И мы, в свою очередь, выражаем надежду на успешное участие и победу. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV.ru с телеком и на сайте Reacom.ru и на официальном аккаунте в Instagram Reacom.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова